Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И в этом видеоролике я вам расскажу, как выбирать пауэрбанк под свои цели, под свои задачи, на что стоит обратить внимание, сколько это все стоит, чтобы купить что-нибудь адекватное, нормальное, которое будет работать и будет служить у вас, и желательно, ну как не нарваться на подделку. Потому что, когда вы хоть раз купите подделку, вы обожгетесь, и вы, возможно, навредите и себе, и вашему смартфону, или устройству, которое будете заряжать, и не получите никакого профита от этого и пользы, абсолютно никакого, а только вред. Поэтому лучше всегда покупать нормальные, адекватные и 100% оригинальные. С подделками, по крайней мере, в этой области связываться не советую. Итак, первое. Давайте определимся, каких емкостей бывают пауэрбанки. Я сейчас скажу о самых распространенных емкостях. Это 10 000 мАч, к примеру, такие вот, или вот такие вот, или вот такие вот. Вот это 10 000 мАч. 20 000 мАч, это вот это, вот они. И иногда все-таки покупают 30 000, это, к примеру, вот такой вот. Сейчас на столе у меня расположено около 20 пауэрбанков. Все они отличаются фирмой, функционалом, возможностями, габаритами, корпусом, информативностью. Мы это сейчас все разберем, так что не бойтесь, не переживайте. Первое. Когда вы выбираете пауэрбанк, обращайте на емкость пауэрбанка. Например, как я и сказал, самое распространение 10 000 и 20 000. Бывает, конечно, на 5 000, но это достаточно маленькая емкость. На сейчас это только для поддержки вашего устройства, но не для зарядки, не для полной зарядки. Например, там может даже на раз вам не хватит зарядить этого пауэрбанка. Поэтому советую обращать внимание где-то на 10 000. Причем 5 000 и 10 000 по габаритам не так уж сильно и отличаются. И промежуточные там есть, к примеру, 12 000 или 15 000. Тоже такие вот сомнительные емкости, но если уж понравилось вам, то это дело ваше. Но основная масса это 10 000 и 20 000. Давайте определимся, для чего вам нужен пауэрбанк. Если вам нужен пауэрбанк, чтобы он лежал в сумке, рюкзаке, кармане и смог подзарядить ваш смартфон, в случае того, если он подсядет, разрядится, чтобы у вас не был все время высажен в ноль смартфон, то вам подойдет вот эта вот как раз емкость 10 000 мАч. Это, я считаю, городской пауэрбанк, который сможет вам помочь в ту или иную минуту. Он не занимает много места. Может быть, в таком вот форм-факторе он небольшой, но достаточно толстенький. Либо в таком вот форм-факторе он больше, но тонкий. По факту, по размеру, по объему они будут примерно одинаковые. Ну, кому-то нравится больше вот такой вот, он может меньше места занимать в вашей сумке. Кому-то вот такой вот. Так вот, 10 000 это самый прекрасный вариант для городского пауэрбанка, чтобы он был всегда с вами и мог всегда помочь. Есть вариации походного типа, когда вы уходите от розетки на несколько дней. И это идеальный вариант 20 000 мАч. Вот именно вот такие вот, к примеру, пауэрбанки. Тоже очень интересные, очень хорошие. Здесь вы сможете зарядить значительно больше раз ваш смартфон. Ну и также, если вы уходите на 3-5 дней или больше, например, у вас не будет розетки, тогда уже на помощь приходят вот такие вот пауэрбанки. Большие, с большой емкостью. Это 30 000 мАч и еще больше. Ну, они и по габаритам значительно больше и тяжелее по весу. Также есть еще походные варианты с солнечной панелью. Здесь у меня их нет по одной простой причине, потому что нормальных пауэрбанков с солнечной панелью нет. У меня было, наверное, штук 7 разных пауэрбанков с солнечной панелью. И в основном, в основной массе все это ноу-нейм пауэрбанки, чего я не советую покупать. И там емкости не такие, как заявленный Тарас. Но и чтобы зарядить, к примеру, вот такой вот пауэрбанк будет у вас на 10 000 мАч с солнечной панелью. Пускай вот эта вот вся площадь будет солнечной панелью. Чтобы зарядить вот этот вот пауэрбанк через солнечную панель, внимание, вам понадобится двое суток. А может быть и не хватит, потому что там емкость была значительно меньше заявленной. Поэтому для того, чтобы вы смогли зарядить с помощью солнца вот такой вот пауэрбанк, ну это, честно говоря, сомнительное решение. Первое, потому что это очень долго и выход, ну, сомнительный, как я сказал. И второе, потому что батареи не любят перегреваться. Когда они перегреваются, они могут выходить со строя, они могут взрываться, они могут терять емкость и деградировать. Соответственно, когда пауэрбанк лежит на солнце, для зарядки солнечной панели нам нужен солнечный свет. И чем ярче, тем лучше, тем больше он заряжает. Если это облачная погода, он может у вас лежать месяц и не зарядиться. Так вот, если он будет лежать на солнце, здесь черная поверхность, а солнце будет притягивать, солнечная панель будет притягивать черный цвет, именно солнце, он будет нагреваться. Поэтому, получается, это порочный круг. Вы вроде бы как заряжаете, но вы портите вашу батарею, ваш пауэрбанк. Поэтому советую отсеять пауэрбанки с солнечной панелью. Они практически неэффективны и, я думаю, вам не помогут. Если уж сильно нужно, купите зарядку с солнечной панелью. У меня, кстати, есть, где-то даже обзорно это было у меня. И там намного лучше варианты, чем пауэрбанк с солнечной панелью. Теперь давайте будем определяться по емкости. Чтобы вам было легче понять и выбрать пауэрбанк, вы должны понимать, какая емкость батареи в вашем смартфоне. Это можно легко посмотреть в характеристиках, на сайте или в инструкции. К примеру, сейчас одна из самых распространенных емкость батареи в смартфоне это 4000 мАч. Большинство смартфонов имеет такую емкость. Поэтому мы будем отталкиваться от этого. К примеру, вы хотите купить пауэрбанк с емкостью 10000 мАч. Везде будет у вас заявлено, указано 10000 мАч на ценнике, в описании. В большинстве случаев просто 10000 мАч. Да, это действительно так. Но это емкость самого пауэрбанка. Естественно, если вы захотите зарядить ваш смартфон, то вы не сможете с него снять 10000 мАч. Соответственно, если у вас 4000 мАч, то вы не сможете зарядить ваш смартфон два с половиной раза вот этим вот пауэрбанком. Магия. Нет, не магия. Это простая физика. Здесь все элементарно. Я не буду сейчас углубляться во все это. Просто-напросто скажу. Запомните, что если указано, что емкость пауэрбанка 10000, то никогда 10000 вы с него не снимете. Потому что существует конвертация при разных параметрах, при разных токах и напряжениях. Вы заряжаете пауэрбанк и заряжаете ваше устройство. Соответственно, самые нормальные, адекватные производители пишут и указывают в описании, в инструкции, на упаковке или на самом пауэрбанке емкость еще пауэрбанка, которую можно с него снять, слить, зарядить ваше устройство вот этого пауэрбанка. К примеру, в пауэрбанк у нас зайдет 10000 мАч. А с него мы сможем снять, смотрите, здесь и указано capacity, емкость 10000 мАч при 3,7 Вольтах. Соответственно, заряжать мы будем наш смартфон при 5 Вольтах. Опять-таки, не путайтесь, можете это сильно не запоминать. Но реальная емкость с этого пауэрбанка мы сможем снять 6500 мАч. Соответственно, что мы можем иметь? Если грубо округлить, мы можем смартфон на 4000 мАч зарядить, полтора раза. Это 6500 минус 4000 раз. И еще у нас остается 2500. Соответственно, это где-то 2,7 раза мы можем зарядить ваш смартфон десятитысячным пауэрбанком. Как вы видите, это не 2,5 раза, а, грубо говоря, полтора раза. Вот такой вот нюанс. И нормальная полезная емкость будет где-то в пределах от 6 до 7 тысяч. Реально нормальное значение это 6500-7000. Большинство пауэрбанков десятитысячных будут иметь такие вот значения. Вот еще один вам пример. Емкость 10000 и емкость 6200. Вот это тоже десятитысячный пауэрбанк. Перейдем к двадцатитысячным пауэрбанкам. Здесь точно так же вместо того, чтобы получить 20000, мы 20000 получить здесь с него не можем. Естественно, вместо 20000 мы получим 20000 только на зарядку на смартфон. А если присмотреться здесь в описании, мы увидим тоже емкость 20000 мАч и рейдед капа сити 14000 мАч. Так вот, из 20000 мы можем получить 14000 мАч. Соответственно, если вот таким вот пауэрбанком на 20000 мАч мы будем заряжать ваш смартфон на 4000 мАч, то мы можем иметь полезной емкостью 14000 мАч и сможем зарядить ваш смартфон три с половиной раза. То есть 14000 мАч делим на 4000 мАч и, соответственно, получаем такой вот результат. И смотрите, самые нормальные, самые адекватные пауэрбанки на 20000 мАч имеют полезную емкость от 13 до 15 тысяч мАч. Ну вот 14000 это, так скажем, золотая середина. И если это будет 30000 пауэрбанк, то мы имеем 30000 на заряд и нормальный, адекватный пауэрбанк на разряд будет иметь где-то около 20000 мАч. Соответственно, если мы захотим зарядить ваш смартфон на 4000 мАч, будем иметь 20000 мАч, будем делить на 4000 мАч и сможем зарядить где-то около пяти раз ваш смартфон на 4000 мАч вот таким вот пауэрбанком. Если вдруг у вас смартфон имеет емкость там на 3000 или на 5000, то, соответственно, делим эту емкость, которую я сказал, например, 6500 делим на 3000 или 6500 делим на 5000. Соответственно, таким образом мы сможем высчитать, сколько раз мы сможем зарядить ваше устройство. С емкостью и предназначением мы разобрались. Теперь давайте посмотрим по функциональности. Ну, давайте возьмем любой. Ну, например, вот этот вот на 20000 мАч. Это касается и на 10000 мАч, и на 20, и на 30, без разницы какой. Вот каждый из пауэрбанков имеет стандарт зарядки обычный. Это 5 В 1 Ампер, либо же 5 В 2 Ампера. И быстрый. Это Qualcomm Quick Charge 2.0, 3.0, Power Delivery и стандарты зарядки отдельно для Samsung или Huawei, а еще их фирменные. Так вот, лучше всего, когда пауэрбанк будет поддерживать все стандарты заряда. Это будет проще, и вы сможете зарядить и быстро, и не быстро ваше устройство. Что, конечно же, очень хорошо. Обычно пауэрбанки обозначают свои порты быстрой зарядкой другим цветом. Обычно они говорят об этом в технических характеристиках. Вот сейчас можно посмотреть порты. Смотрите, 5 В 2 Ампера, 9 В 2 Ампера, 12 В 1,5 Ампера или 5 В 4 и 5 Ампера. Как раз вот этот вот порт, к примеру, у нас поддерживает быструю зарядку по множеству стандартов. С помощью быстрой зарядки вы быстрее сможете зарядить и ваш смартфон, а также быструю зарядку желательно, чтобы поддерживал и сам пауэрбанк. Потому что пауэрбанк, к примеру, емкостью 20 000 мАч или 30 000 мАч без быстрой зарядки за ночь вы зарядить не успеете. А большинство заряжают за ночь. Естественно, если это будет не быстрая зарядка, вам понадобится 12, 10, 12 часов, может быть и целых 20 часов, если заряжать обычным зарядным устройством. Если это пауэрбанк емкостью на 10 000 мАч без быстрой зарядки за ночь, он зарядиться успеет. Но если это будет быстрая зарядка, то он будет заряжаться немножко дольше, чем ваш смартфон. Это тоже очень и очень удобно. Следующее, чем еще отличается функциональность, это возможность или количество портов на данном пауэрбанке. Например, возьмем вот этот вот пауэрбанк на 20 000 мАч. Достаточно интересный пауэрбанк по функционалу и возможностям и портам. К примеру, у нас имеет всего здесь 5 портов. То есть все возможны, это хорошо и это удобно. Он также имеет возможность заряжать быстрой зарядкой, обычной тоже очень удобно. Смотрите, 2 порта вот этих типа А, которые будут работать на заряд вашего устройства. Оба порта поддерживают быструю зарядку, это тоже хорошо. Также есть у нас Type-C порт. Это порт, который поддерживает заряд и разряд. То есть работает и на вход, и на выход. С этого порта вы можете заряжать устройства, ваши смартфоны. И этим портом вы можете заряжать данный пауэрбанк. Ну и помимо Type-C порта у нас есть еще microUSB и Lightning. Соответственно, владельцы всех устройств могут пользоваться этим пауэрбанком. Потому что это удобно и владельцы техники Apple, и владельцы всех Android устройств. Потому что есть все стандарты. Это тоже очень хорошо. Ну и третье по функциональности, то что я хочу сказать, это возможность и поддержка сквозной зарядки. Что такое сквозная зарядка? Это зарядка, одновременно можно заряжать и ваш пауэрбанк, и устройство. Привожу пример. К примеру, у вас есть с собой в дороге, или вы где-то уехали, и у вас есть с собой пауэрбанк, два смартфона и одно зарядное устройство с одним портом. За ночь вам нужно зарядить все эти три устройства. Как это делается? Подключается зарядное устройство к пауэрбанку, заряжается пауэрбанк. Одновременно подключаем вот эти вот, к примеру, два порта и заряжаем ваши два смартфона. Получается, что у нас используется одна розетка, одно зарядное устройство, один порт, и с помощью этого пауэрбанка мы одновременно сможем зарядить и пауэрбанк, и два смартфона. К примеру, за ночь ваше зарядное устройство сможет успеть зарядить и пауэрбанк, и два устройства, что очень удобно. И не каждый пауэрбанк такую вот возможность имеет. Дальше мы поговорим по габаритам. К примеру, вот яркий пример десятитысячных пауэрбанка в таком форм-факторе и десятитысячных пауэрбанка вот в таком форм-факторе. Если взять для сравнения такой вот пауэрбанк и такой, смотрите, этот вроде бы меньше, но он толще, этот вроде бы больше, но он тоньше. По сути, это примерно те же габариты выходят, примерно тот же вес и одинаковая емкость. Просто кому-то удобнее тонкий пауэрбанк носить, кому-то удобнее вот такой вот небольшой пауэрбанк носить. Может, это чисто для удобства. Корпус точно так же может иметь пластиковую основу, может иметь металлическую основу. Большинство сейчас вот это вот пластик, 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 пластик. Вот такой вот только, это такой как силикон, как прорезина, очень приятный на ощупь, классный пауэрбанк, мне нравится. И вот, к примеру, вот такой вот, это металлический. Тоже больше кому может нравиться металл, я не знаю, нужно кому не нужно, удобно, неудобно, это чисто кому какой нравится. По цветам точно так же, большинство из них будет темные цвета, это черные и серые, но есть и в разных расцветках, красный, синий, зеленый. Плюс есть в разных формах, есть даже там игрушками сделаны, плюс, вы не поверите, даже к пауэрбанкам есть чехлы. Вот множество пауэрбанков, можно еще одеть чехол, и чехлы тоже бывают цветные. Все точно так же, как с вашим телефоном или смартфоном. Следующее, на что стоит обратить внимание, это информативность. Что я имею в виду под этим термином? Это та информация, которую может показывать ваш пауэрбанк. К примеру, большинство недорогих пауэрбанков будут показывать индикацию заряда такими вот светодиодными точками. Вот смотрите, сейчас горит у нас 3 светодиода из 4. Соответственно, один из светодиодов это 25% в среднем. 3 светодиода горит, это где-то до 75% заряда имеет вот этот вот пауэрбанк. Большинство пауэрбанков, особенно недорогих, имеет такие вот, ну вот этот вот 4, практически около 100% он имеет. Так вот, большинство пауэрбанков имеют такие вариации, особенно недорогих, информативности по заряду. Но есть и, к примеру, вот такие, и тоже они могут быть недорогие, которые показывают более детально. Здесь мы видим градации только по 25%, а здесь вплоть до 1%. Пускай точность может быть не идеальна, мы не сможем увидеть это 90 или 91%, ну то есть увидеть мы сможем, но не сможем полагаться. Но, к примеру, точность там 5-7% может быть погрешность, но это уже не 25% и можем более детально изучить этот вопрос. Может быть индикация вот такого вот плана, видите, здесь показывает 25-50, 50% грубо говоря в этом пауэрбанке указано. Но самая лучшая будет индикация, а нет, вот еще такой вот есть пауэрбанк, который показывает, вот видите, 87% заряда. И он еще показывает, что он делает, заряжается или разряжается. Ну и такая вот еще индикация. Это тоже интересно, более информативно. И самый информативный вот такой вот будет пауэрбанк. Это с полноценным дисплеем, который будет показывать процент заряда. К каким стандартам он заряжается, заряжается он или разряжается. Почему это хорошо? Ну, опять-таки, информативность заряда более точно показывает. И второе, вы видите, с какими параметрами заряжается у вас смартфон. Обычной зарядкой, быстрой зарядкой, Qualcomm Quick Charge, там Power Delivery или прочие возможности. Это очень удобно и вы можете понимать, как именно заряжается ваш смартфон. Теперь давайте посмотрим по фирмам. Фирм очень много. Я сейчас назову только то, что мне пришло на ум. Я, только то, что вот у меня здесь, например, есть. Это самые распространенные Xiaomi, например, вот этот вот. ZMI, это тоже собрань Xiaomi, например, вот этот вот на 20 тысяч. Или вот этот вот ZMI на 10 тысяч. Также есть Bezos или Baseus. Вот, к примеру, вот такой вот. Или где-то еще, или вот такой вот. Кстати, тоже с дисплеем. И тоже показывает стандарты заряда и более детальный процент. Также есть это Coffee, например. Менее известный бренд, но все же есть. Ugreen, достаточно известный бренд. Бренд очень хороший. Что это у нас? Это у нас ROG. Бренд вроде бы как неплохой, но последний раз вот осечка с пауэрбанками не было. Последний раз осечка была с зарядным устройством. Хотя бренд, в принципе, адекватный, хороший. Никогда меня не подводил. Вот это вот, кстати, тоже ROG и тоже хороший пауэрбанк. Есть пауэрбанки Essager. Вот это вот Essager на 20 тысяч мАч. У меня где-то еще был на 10 тысяч. Вот это вот тоже Essager. Недорогой бренд и более или менее адекватный. Вот это вот Flavomi. Недорогой бренд. И именно вот этот вот пауэрбанк достаточно хороший, интересный. ZMI, который я вот уже показывал. Какие еще здесь есть? Это еще один Bezos. Множество других. Каким фирмам отдать предпочтение? Ну, это, во-первых, все на любителя. Во-вторых, мне больше всего нравятся фирмы. Это, естественно, Xiaomi и ZMI. Потому что я начал свой путь с Xiaomi пауэрбанков. И на сейчас они мне очень нравятся. Хотя все, что здесь лежат у меня на столе, все эти пауэрбанки вполне адекватные и очень-очень достойные. Есть здесь самые дешевые, есть здесь достаточно дорогие. Так вот, все эти пауэрбанки вполне адекватные. Чем-то лучше, чем-то хуже. Все обзоры на вот эти вот вещи и множество других пауэрбанков у меня есть на канале. Можете полистать вниз, посмотреть или зайти сразу в плейлист пауэрбанки или пауэрбанки и зарядные устройства. И там все это посмотреть. Ну, а дальше, может быть, какой-то пауэрбанк вам больше понравился. Может, вам какой-нибудь вот такой вот малыш нужен или нравится или что-то побольше. Дальше выбираете как бы сами. По ценам. Смотрите, ценовой диапазон зависит от фирмы, от продавца, конечно, который продает, и от возможности пауэрбанка. К примеру, ну, я сейчас буду приводить примеры в большинстве случаев по Алиэкспрессу. У вас в магазинах может быть такая же цена, но зачастую она немножко дороже. Но, смотрите, пауэрбанк на 10 000 мАч, это вот эти вот, без возможности быстрой зарядки, будут стоить где-то от 10 до 12 баксов. Основная масса этих пауэрбанков. Если это будет пауэрбанк на 10 000 мАч, вот это вот они, и имеют возможность быстрой зарядки, они будут стоить от 15 до 20 баксов. Это точно так же основная масса. Здесь решайте сами, какой вам форм-фактор нужен, нужна быстрая зарядка, не нужна, и какая фирма. Большинство пауэрбанков на 20 000 мАч, вот это вот они, на 20 000 мАч, которые не имеют быстрой зарядки, будут стоить от 12 до 15 баксов. Большинство пауэрбанков на 20 000 мАч, которые имеют быструю зарядку, они имеют стоимость от 20 до 40 долларов. Почему такая разница от 20 до 40? Во-первых, бренд играет роль, а во-вторых, играет еще возможности, характеристики и мощность заряда. Некоторые пауэрбанки поддерживают 18 Вт быструю зарядку, а некоторые 45 Вт. Но 45 Вт это достаточно много, я бы сказал, и 18 Вт это достаточно быстрая и адекватная зарядка. Но все же кому-то это нужно. К примеру, вот такой вот пауэрбанк, который не имеет быстрой зарядки, это пауэрбанк Flava Mi, по-моему, если я не ошибаюсь, на 20 000 мАч, он стоит где-то около 10, от 10 до 12 баксов. К примеру, вот такой, да. Пауэрбанк на 20 000 с быстрой зарядкой, такой вот, имеет стоимость где-то около 15-18 баксов. А вот такой вот ZMI имеет стоимость около 30 баксов. Ну, в зависимости от распродажи и еще чего-то. Вот такие вот нюансы. Если вас интересует разница, смотрите полностью все обзоры. Ну и пауэрбанки на 30 000 мАч с быстрой зарядкой точно так же имеют цену от 20 баксов и выше. Все-таки дальше по характеристикам. Но 30 000 это не такие уж распространенные. Где покупать? Советую покупать только в крупных магазинах и в официальных или в больших торговых сетях. Там возможность нарваться на подделку практически нулевая. Ну и, к примеру, если вы покупаете на Алиэкспресс, например, в Китае, смотрите, желательно, чтобы это был официальный магазин. Ну, то есть, к примеру, если это Xiaomi, то это Xiaomi Official Store. К примеру, такого плана вот название или Essager Official Store. Вот, к примеру, будет примерно так вот называться. Ну и смотрите, чтобы были отзывы. Причем отзывы большинство положительных, а не отрицательных. Ну, если это в вашей стране, то в больших торговых сетях редко или практически невозможно нарваться на подделку. И последнее, наверное, какими пауэрбанками пользуюсь я? Пользуюсь я не вот этими всеми пауэрбанками. Я их протестировал. Я их немножечко ими пользовался, чтобы понять, чтобы был опыт использования. И рассказать вам об этом в видеоролике. Но вот этот вот самый первый пауэрбанк мой Xiaomi на 10 000 мАч. Еще с microUSB разъемом, с одним портом. И вот этому пауэрбанку где-то около, точнее от 4 до 5 лет. И на данный момент я им еще пользуюсь. Я его зарядил. И если знаю, что буду отсутствовать где-то с самого утра до позднего вечера, я брошу его в сумку. Может быть, он мне понадобится. Это я пользуюсь вот таким вот. Вот дальше есть у меня вот этот вот ZMI на 10 000 мАч. Тоже достаточно старый. Ему где-то около 3 лет. Этот уже поддерживает быструю зарядку. У него есть уже microUSB, Type-C и обычный порт. Но есть здесь один минус. То, что он поддерживает только Qualcomm Quick Charge второго поколения. Третьего поколения он еще не поддерживал. Хотя я им пользуюсь. И очень хороший и достаточно классный пауэрбанк. Мне он нравится. Но это из 10 000. Также у меня есть 20 000 в постоянном моем использовании. Это, естественно, вот этот вот ZMI. Хороший пауэрбанк. Есть порты самые распространенные. Тип А, Type-C и microUSB. Плюс информативный дисплей. И хорошая емкость. И надежный бренд ZMI. Это ZMI. Ну, аналог, точнее, саббренд Xiaomi. И вот этот вот, честно говоря, для меня стал сюрпризом. Это пауэрбанк ULA. Очень хороший пауэрбанк по соотношению цена, качество, характеристики, возможности. То есть, это практически все работает, что и в этом пауэрбанке. Плюс еще больше информативность. Плюс значительно меньше цена. И тоже 20 000 мАч. Вот это, вот этими двумя пользуюсь, этим и вот этим. Это основное, что у меня есть по пауэрбанкам. Ну, а по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Все ссылки, ну, по крайней мере, теми пауэрбанками, которые я пользуюсь, я оставлю в описании. Хотя, вот это вот уже, наверное, нет в продаже. Этого может не быть. Но я оставлю ссылку. У меня был на обзоре, но пришлось его продать. Пауэрбанк от Xiaomi, там, и второго, и третьего поколения. Они даже лучше, чем вот этот вот. Потому что она веет больше возможностей, больше портов. И поддерживает все стандарты быстрой зарядки. Я их себе оставлять не стал, потому что у меня уже есть такой вот. И, как бы, мне этого предостаточно. На них я точно так же оставлю ссылку. Потому что это классные пауэрбанки. Себе бы я их оставил, если бы мне было нужно. На вот эти вот все, которые здесь расположены, я постараюсь оставить ссылку. На некоторые, если я вдруг забыл, напишите в комментарии под этим видеороликом. Я вам все добавлю и напишу. Ну и все обзоры на вот эти вот пауэрбанки у меня есть на канале. Можете пролистать вниз, посмотреть или зайти на плейлисты, зарядные устройства и пауэрбанки. Или отдельно пауэрбанки. Все это посмотреть там. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Это были основные критерии по выбору пауэрбанков. Сильно я не углублялся, чтобы не загружать в вас информацией, чтобы вы имели общее представление, как нужно выбирать, что нужно выбирать и как покупать. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь тема вот этих вот зарядных устройств, пауэрбанков очень-очень актуальна и может быть полезна или интересна многим. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.